Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Новгородского областного телевидения программа «Диалог» и я, Светлана Стерлигова, ведущая сегодняшнего выпуска. Здравствуйте, уважаемые телезрители! По поводу гостей, которых бы вы хотели увидеть в нашей студии. Ну а сегодня мы пригласили к диалогу заместителя председателя, ответственного секретаря Новгородского областного совета женщин Галину Назаркову. Здравствуйте, Галина Александровна! Здравствуйте! Новгородский областной совет женщин ведет довольно активную работу, проводит много мероприятий и реализует достаточно много проектов. Один из проектов «Забота в каждый дом» автором и руководителем которого вы являетесь заслужил довольно положительную оценку. Хотелось бы сегодня узнать о результатах этого проекта. Он начался в конце 2014 года и завершился в 2016 году. Что же он из себя представлял? Если можно, ретроспективно нам расскажите. Что удалось сделать? Проблема здравоохранения и особенно оказания медицинской помощи жителям отдаленных сельских поселений, особенно одинокопроживающих, она как бы есть такая проблема и не только для Новгородской области, в целом по стране. А обратиться к этой теме побудило выступление министра здравоохранения, которая отметила, что есть проблема оказания медицинской помощи качественной жителям отдаленных сельских поселений. Отмечено это было в 2014 году. И в 2014 году, в конце года, у нас появился проект. Проект «Здоровая семья». Потом он перерос в программу «Забота в каждый дом». Мы получили в 2014 году субсидию из областного бюджета по результатам конкурса среди социально ориентированных некомических организаций на реализацию проекта «Здоровая семья». И мы начали работу совместно с областной клинической больницей. И вот большая, огромная, огромнейшая благодарность главному врачу Алле Ильинична Хорошевской, что она поддержала наш проект. Проект заключается в оказании медицинской консультативной помощи, как я уже сказала, жителям отдаленных сельских поселений, врачами узкой специализации, высоко квалифицированными сотрудниками областной клинической больницы. Формируется бригада врачей и выезжают в районы на базе сельских поселений, там ФАПы или школы, или акушерские пункты. Вот там проводится прием жителей. Ну да, я согласна с вами, действительно, даже в городе не всегда просто записаться к специалисту, да, уже не говоря о людях, которые живут за пределами города, это нужно сначала записаться, потом приехать, потом вернуться. Пожилому человеку это достаточно сложно. Это сложно. Во-первых, проблема какая? Люди уже в таком возрасте маломобильные. Это раз. Во-вторых, финансовая составляющая тут вкрадывается. В-третьих, транспортная доступность. То есть, все мы знаем эти проблемы, конечно, они не новые, они есть. Поэтому вот наш проект, он помогает людям, не выезжая за пределы своего населенного пункта, сельского поселения, получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Вот еще чем, как бы, он для людей очень положителен, что людей не просто вот пригласили приходить, как, допустим, на диспансеризацию объявили, диспансеризацию такого-то, значит, граждан такого-то возраста. У нас возрастных категорий нет. Возрастных категорий нет, есть только медицинские показания. Алгоритм составлен был в конце 2014 года специалистами проекта. Значит, это, во-первых, нужна заявка от главы муниципального района о том, где им желательно, чтобы был проведен прием. То есть, им виднее, на базе какого сельского поселения, на базе какого ФАПа считается удаленность от районного центра, от, в общем, малодоступности и так далее, чтобы туда выезжали бригады врачей. А волонтеры, добровольцы, члены женсовета, а у нас есть даже герантоволонтерские группы, мы в 2013 году такую программу, такую у нас было, развитие герантоволонтерства в Новгородской области, и в районах созданы герантоволонтерские группы. И вот эти люди, и женсовета герантоволонтеры, людям в деревнях объясняли, что это за прием такой будет. И связывались с руководством ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы на базе их данных составлять списки пофамильно, каким людям, проживающим в какой деревне, какие нужны специалисты, какие заболевания. Вот эти показания давали фельдшерско-акушерские пункты, чтобы врачи высокой квалификации, их очень дорогой день работы стоит дорого, и чтобы они ехали уже с определенными задачами в населенный пункт, если ехать в Квойнинский район, как у нас ездили, то дорога очень много времени занимает. Чтобы это продуктивно было, они, врачи, формируются бригады с врачами, которые уже знают, кто к ним придет, с какими болезнями, что они могут сделать. А по итогам приемов, а принимали людей до последнего, независимо от списков, вне списков, кто приходил, особенно в летний период, дачники приходили, без вопросов, сколько людей придет, столько и принимали. Люди размещали, информация размещалась на сайтах администрации муниципальных районов, в местных районных газетах, отзывы людей о такой им помощи. Люди очень довольны, потому что их из дома привозили на место приема и отвозили обратно домой. Вопросы решались, бывали всякие проблемы, потому что проект сложный, задействовано очень много разных организаций, разной подчиненности, разного ведомства. Это и общественная организация, это женсоветы всех уровней, сельских женсоветов и районных женсоветов областной. Это и муниципальная власть, муниципальный район, это и администрация сельских поселений, это и ЦРБ, это и ФАПы. То есть круг людей, занятых в этом проекте, очень широк. И чтобы их связать в кучку, чтобы в нужном месте, в нужное время, вот те люди, которым сказали, что они будут приняты, и это все свершилось, это очень сложно. Но вот несмотря на сложность, удовлетворение от этого проекта, вот такой позитивный, потому что отзывы людей хорошие, и знаешь, что этот проект несет людям большую пользу. Вот это очень-очень приятно. Скажите, а вот за то время, что этот проект работал, я так понимаю, что он завершился, да? И мы, может быть, в конце поговорим о перспективах, но вот в то время, когда он действовал, реализовывался, много ли районов удалось посетить, ко многим ли сельским жителям удалось доехать. Удалось нам посетить 15 муниципальных районов, сделали 20 выездов. От всего у нас, как вы знаете, 21 муниципальный район. То есть мы за этот период, а у нас были ежемесячные выезды, согласно нашим программам, мы не успели даже охватить все муниципальные районы. Но сейчас, вот в этом году, уже подступают заявки от глав муниципальных районов. Вот у меня здесь от Схолмского главы муниципального района, из Валдайского района, из Батецкого района. Люди просят, еще и главы муниципальных районов просят, чтобы мы продолжили этот проект в 2017 году. То есть он настолько хорош, что даже те районы, где мы уже были, хотят повторить еще, поскольку мы не можем охватить жителей всего района. Выезжаем же с сельское поселение, да? Если в одно сельское поселение выехали, а другое сельское поселение говорит, а почему не к нам, мы тоже хотим. А вы почему это только туда? Вот хотелось бы этот проект, его продолжать и продолжать, потому что он не разовый, он не годовой, он постоянный. Но пока, пока увы. Галина Александровна, я напомню с вашего разрешения телезрителям, что это программа «Диалога». И сегодня мы говорим о том, как был реализован проект на территории Новгородской области под названием «Забота в каждый дом». Этот проект реализовывал Новгородской областной совет женщин. И в частности, сегодня у нас в студии заместитель председателя этого совета, Галина Александровна Назаркова. Если есть вопросы к нашей гости, пожалуйста, поторопитесь. Наш телефон 67 97 67. Буквально через несколько секунд мы вернемся в эту студию. Галина Александровна, у нас звонок. Слушаем телезрителей. Мы слушаем вас. Алло, алло, здравствуйте. 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 Говорите. Алло, алло. Мы вас слышим. Здравствуйте, это я звоню из Крестец. Вы мне не подскажете, а в Крестах есть совет женщин? В Крестах есть совет женщин. Вы найдите ВКонтакте, в социальных сетях ВКонтакте, группу женсовет Крестецкого района. Они там все новости, всю информацию размещают. А в Крестецком районе мы были 22 декабря. Выезд был в Крестецкий муниципальный район. А вот если просто по адресу как-то найти, может быть, это при каком-то... Вы знаете, у меня нет... Интернета? Интернета, да. Как вот найти по адресу? По адресу. Вы в администрации района спросите районы совет женщин. В администрации района. Либо, может быть, позвонить вам, да, и вы уточните адрес отделения в Крестцах. Лучше в Крестцах, а не прямо сразу. В муниципальный район в администрацию обращайтесь, и вам сразу подскажут. Непосредственно... Непосредственно там на месте, да. Да, в районной администрации. Кстати, непосредственно вот ваш совет женщин является региональным отделением Союза женщин России. И вот я знаю, что ваш проект Забота в каждый дом непосредственно размещался на интернет-ресурсах этого, так сказать, совета женщин и тоже получил положительную оценку. Это вот наша инициатива, новгородская, или вы позаимствовали чей-то опыт? Вот именно с этим проектом? Да. Это наша инициатива, это наш проект. Опыт исключительный, эксклюзивный. Эксклюзивный, это чисто новгородский. Просто здесь очень много совпало моментов, ну, как всегда, вот что-то рождается, когда звезды вот сошлись. Сошлись, да. Вот. Просто у нас сетевая структура, организация, сетевая структура, то есть у нас большое количество женских советов. 21 совет женщин в муниципальных районах, свыше 200 женских советов на уровне сельских поселений и женских клубов в сельских поселениях. И вот когда я услышала проблему, которую озвучил министр здравоохранения по оказанию помощи именно в отдалённые сельские поселения, медицинские, вот сразу, как первая мысль появилась, как мы можем использовать свой ресурс людской для организации? Поскольку сейчас не секрет, что большие приоритеты отдаются в решение некоторых вопросов общественным организациям, поскольку они могут быстрее дойти до каждого человека. Вот помощь в каждой доме называется. Галина Александровна, вынуждена вас прервать. У нас новый телефонный звонок. Мы слушаем вас. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста. Ага. Здравствуйте. 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 Я вот, знаете, меня интересует вопрос по детям войны. и что-то будет решаться. Ну вот как Совет Женщин принимает участие в лоббировании интересов детей войны? Вы знаете, тут вопрос обсуждался у нас тут, я являюсь ещё членом общественного палата в городской области. Вопрос по детям войны обсуждался у нас на встрече с героями России. Вот недавно было у нас... Четыре героя приезжали. Да, четыре героя приезжали. Этот вопрос, он и на общественной палате у нас обсуждается. И, конечно, раз я представляю Совет Женщины, естественно, конечно, мы поддерживаем ваши, вот все предложения, которые вы передали, руководство вашего отделения передало в общественную палату Российской Федерации, которую представляли герои России. Безусловно, поддерживаем, конечно. Ну, пока на законодательном уровне. Пока на законодательном уровне это вот, это надо, ну, действительно. Не решается. Пока не решено. Я не скажу, что не решается, но пока не решено. Вот так скажем. Конкретно пока ещё не решено, но вопрос в работе. Вопрос в работе, потому что этот вопрос взяли в Москву. Вот они же, вот герои России, они представители общественной палаты работают. И они взяли, и советники там по общественным проектам, они взяли этот вопрос в Москву. Поэтому я думаю, что какие-то все равно подвижки-то будут. Ну, может быть, действительно нужно немножечко подождать. Подождать, потому что это все должно... Ведь законодательная инициатива, она превращается в какое-то нормативное действие, какой-то акт нормативный, да, не сразу. Это же должно пройти время, согласование, это все, все, все как бы обсудить, все известить. Это должно пройти какое-то время. У нас новый звонок от телезрителей, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я слышу, что общественная организация, и как любая общественная организация, она заточена под какую-то общественную проблему, так скажем. Вот у меня такой вопрос. Вот все знают, что у нас мужчины не доживают, на 14 лет меньше живут, чем женщины. То есть они не доживают даже до пенсионного возраста. Вот как вы, общественная организация, вот на эту проблему, как вот помогаете, в общем, рассматриваете ее? Это проблема. И как она решается? Как областной совет женщин смотрит на проблему продолжения жизни мужчин? Продолжение жизни мужчин. Вот вы знаете, вот в рамках проекта «Забота в каждый дом», конечно, это приходит, что не только женщины на прием, но и мужчины. Вот кто на деревне живет, тот и приходит на прием. То есть приходят женщины, как правило. И мужчины приходят. Приходят, конечно. То есть вот выезжает бригада, но не только... Не только женщины. Нет, что вы, нет. Просто жители, я же не говорю, что женщины села. Просто жители приходят, и мужчины в том числе. Но тут по части сохранения здоровья мужчин... И увеличения продолжительности жизни. И тут надо, наверное, и не только общественным организациям, особенно женским, в этом направлении работать, но и самим мужчинам тоже прислушиваться к своему организму, здоровью и так далее. Вот поэтому мы в этом плане, в рамках этого проекта, не только оказание, допустим, конкретной медицинской помощи врачами, но и просветительскую деятельность. Вот мы в рамках этого проекта издали около 500 вот таких брошюрочек «Забота по сохранению здоровья пожилым». Вот здесь все болячки, которые встречаются в пожилом уже и старческом возрасте, как уберечься, как себя сохранить. То есть все вопросы наиболее популярны, доступны. Они вот у нас, допустим, вот в таком виде, в картиночках, в табличках. И подготовлены они областной клинической больницей и Центром медицинской профилактики. И нами, вот в рамках нашего проекта. И вот такие мы брошюрочки, тут и питание, и артериальная гипертония, и сахарный диабет, то есть все-все-все, и курение, и алкоголизм. Все проблемы вот тут затронуты. Но они не медицинские, что выпейте вот такую таблеточку, и будет вам хорошо. Нет, просто как себя вести вот самому. Здоровое питание, активный образ жизни. Там для пожилых особенно. Аккуратнее в огороде поработать весной и летом. Галина Александровна, я все понимаю. Брошюрку можно получить. Брошюрки у нас все на воезных приемах, все раздаются. Когда в деревню едут врачи, мы им выдаем в зависимости от того, сколько там будет пациентов. Ну, в связи с тем, что вопросы финансовые, не всем, конечно, их хватает. Я все понимаю. Две минуты остаются. У нас еще есть телефонный звонок. Надо успеть ответить. Мы слушаем вас. Вы с нами еще? Алло. Говорите, пожалуйста. Алло. Мы слышим вас. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Галина Александровна, вы очень хорошо рассказали о том, какие бригады выезжали и что они делали. А вот конкретно, какие врачи выехали и какую конкретно помощь они оказали? Выезжали врачи. Вот скажу, какие специалисты. Эндокринолог. Их несколько выезжало врачей. Хирурги. Хирурги-ортопеды. Отоларингологи. Врачи узких специальностей. Вот те узких специальностей, которых нет в районных больницах. Нужно не говоря о ФАПах, конечно, там, естественно. Вот. Такие врачи, которые... Это врачи областной клинической больницы. А в Таллимологе и так далее. Все понятно, что это были врачи узких специальностей. Одна минута остается. Будет ли продолжен проект в этом году? Если можно, коротко. Под знаком вопроса, потому что мы надеемся на поддержку правительства Новгородской области, что нам в рамках, как бы удастся в рамках конкурса на получение субсидий из областного бюджета по реализации программ, что-то получить, чтобы продолжить. И будем подавать опять президентским грантодателям, чтобы еще раз. Мы уже в прошлом году выигрывали грант у Союза пенсионеров. Надеемся на продолжение работы. Спасибо вам большое. Дай Бог, чтобы так и было. Как видите, потребность в этом есть. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что были с нами эти 20 минут. Все вам доброго. До новых встреч. Это была программа «Диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова